Приветствую вас! И начнем мы, пожалуй, с того, что, скажем, необходим анализ. То, что вы пишете, то, как вы это преподносите, часто так получается, что я, сама того не желая, ага, начинаю грубить, а потом иду извиняться, и каждый раз говорю, что больше не буду. Значит, ага, нужно проанализировать все случаи, когда вы своей маме грубили для того, чтобы понять, что их всех объединяет. Что объединяет, например, последние случаи, когда вы проявили грубость своей маме, да, в предыдущих случаях. Что объединяет этих моментов, что их объединяет, что у них общего. Вот это вот очень важный момент на самом деле, потому что в зависимости от того, что их объединяет, можно говорить о том, какие у вас проблемы. Потому что грубость, грубость, любая грубость, здесь даже неважно, на чем основана, да, любая грубость, это следствие вашего внутреннего конфликта. И, ну, и на понять, о каком конфликте идет речь. Крыва. Ведь грубость, это следствие вашей внутренней борьбы. Ну, и на понять, что это за борьба. Может быть, неуверенность в себе, может быть, какие-то страхи, может быть, вы еще что-то чувствуете из негативного. Может быть, вы от мамы своей ожидаете чего-то. Ну, чего-то, я имею ввиду, чего-то плохого, чего-то негативного. И из-за этого вы начинаете ей грубить. То есть моментов в действительности довольно много. Все эти моменты нужно разбирать с вами на самом деле. С того, чтобы понять, какие именно влияют на ваше поведение по отношению к маме. Потому что пока не очень понятно, что именно. И вот, когда будут вот эти вот моменты, когда будет анализ этих моментов, когда мы сможем вас спросить, хорошо, вот в тот момент, когда вы грубили своей мамой, в тот момент, когда вы начинали грубить своей мамой, вы о чем в этот момент думали, вы о чем в этот момент размышляли, что вас волновало в этот момент. И тогда мы сможем уже понять, действительно, что с вами происходит. Мы сможем понять, что заставляет вас грубить вашей мамой. Мы сможем понять, что же стоит у истоков вот как раз такого вашего поведения по отношению к вам. Это все на самом деле не так сложно сделать. Это работа. Это работа. Это работа с вами. Это работа, которая осуществляется в личном беседе, чтобы понять, что именно в этом происходит. Понимаете, человек счастливый, человек гармоничный, человек радостный, находящийся в согласии с собой, вряд ли будет кому-то грубить. Я надеюсь, вы это понимаете. Но вряд ли такой человек будет кому-то грубить. А это значит, что у вас есть причины для этого. Причины для того, чтобы проявлять грубость. Надо понять, что это за причины, их проанализировать, чтобы вы четко отдавали себе отчет, что вас толкает на грубость. И тогда вот это вот неосознанное поведение, как вы его сейчас называете, неосознанное поведение, станет осознанным поведением, то есть у вас появится представление о нем в сознании. И можно будет этим управлять. Опять же, именно благодаря тому, что у вас появится представление. А пока представления нет. И, соответственно, управления никакого своим поведением нет. И контроля никакого своего поведения тоже нет. Вот это все вам необходимо понять. И на вопросы, которые я задал, попытаться хотя бы себе ответить. Ну, а там все видно будет. Либо вы захотите с психологом подчеркаться, либо вы сами попробуете какие-то моменты реализовать. Но полезнее будет все-таки пообщаться с психологом. Это однозначно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! до сих пор.